Привет, мои хорошие, с вами Сирена Свей, и сегодня знаменательный день, сегодня два года Денечке нашему. И знаете, чем он сейчас занимается? Сейчас вы видите только меня одну, на самом деле здесь толпа народу, и все по порядку покажу. Именечек выходим, именечек, вот сюда остановись, поздоровайся с зрителями. У кого два года? Вот они. Вот это килогритик. Мама, любимая. День, скажи всем привет. А на самом деле ему подарили, ему подарили вот такую классную доску. Идем, 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 покажи, что там за доска, смотри, что там, иди сюда. Да это офигня, вот что это, вот эта тема, вот эта тема, вот эта тема, отойди, пацан, ты не знаешь, сколько нас. Так, ты на нем не катайся, слышишь, Вес? Это только я, ты подожди, Вес, Вес. Вес, Вес, ой, отцветится клево. Да, это нам подарила сцена. Да, да, пока заехали. Блин, офигеть. Короче, вот у меня гости. Братья и сестры все пришли, и мои даже братья и сестры пришли. Жанна, Виталька, Натали, бабушка. Некоторые не смогли прийти по здоровью. Ну, что делать? Ну, и мы как бы болеем. У нас сейчас, кстати, самые, да, с иммунитетом хорошим пришли люди. Не, ну, Денька, как бы, идет на поправку, да, как бы, нормально все. Все хорошо, я думаю, будет. Мы ждем нашу Кристинку. Куча шариков. Шарик. Я сначала не поняла, что это за шарик. Два года. Два. Вот. Я не стала сильно заморачиваться, потому что завтра мы, на самом деле, уже улетаем. Уже утром в аэропорт. И я заказала суши. Это самое прекрасное, что можно сделать. Ну, всякая нарезочка. Сейчас шампанское отметим все. Тортик, естественно, вынесем потом. И посмотрим, как Денька задует свечки. И задует ее. Шарики. На. На. Ой, шарики. Держи. Держи. А эти мои сладкие. Короче, Денька сегодня, на самом деле, такой хороший. Он обычно с утра не может немного скандал устроить такой. Недовольный встать. Сегодня он как будто чувствует, что у него день рождения. Он с хорошим настроением проснулся. Весь спокойненький. Весь такой замечательный. Короче, вот. И, в общем, задарили его подарками. Двойку. Давай сколько? Это твоя двойка. Сколько он родился? В 6 часов вечера он родился. А, то есть еще чуть-чуть. Ты еще не родился, на самом деле. Держи. На, отпускай. Все. Там наступил надо. Ай, да. Держи. Он нас отпускает. Держи. Опа. Держи. Опа. Поэтому сними меня обязательно на такую красивую, нарядную. В розовую. А сестру мою помните? Моя сестра двоюродная. И мы все в белом. Да. И мы все в белом. Как чувствуем друг друга, да? Да. Так, ну все. Ждем Кристины. Какую красоту девочки сделали. Глянь, как в ресторане. Я проголодалась уже. Так, что у нас здесь из алкоголя были? Шато Тамань хорошее, кстати. Абрау Дюльсо, моя любимая шампанская. Ну, мартини там. Все, колбасочка. Ну, то есть чисто символически, чисто закуска. Мне кажется, это для взрослых нормально, детский праздник. Взрослые пошли куда-то гулять по территории. Малышня играет здесь. Концерт по заявкам. Зрители хлопаем. Хлопаем. Молодец, Тимка. Развлекает своих братьев, сестер. Ну что, открываем шампанское. Кушаем, подходим. Это у нас фуршет. День, ты уже подошел, да? Так, Виталя. Давай только это, лампочки не... Все, они натяжные, по-моему. Натяжные, по-моему. А или нет, я не знаю. Не натяжные? Ой. Ну все, разливай. Разливай пока. Что случилось? Что ты хочешь? Прилипло, прилипло. На. Да. Женя любит у нас виноградик. Давайте я в тарелочку положу. Да, кстати, по компотам надо было бы... А съелся, что еще будет? Да. Что ты хочешь? Бабушка. Банан. Да. Да, бананчик. Мне понравились вот эти вот. Да, вот эти вот. Будешь банан? Что-то вы ему даете то, что он не хочет. Я вот тебе говорю. То он виноград хочет. Что дай. Чего тебе дай сейчас? Иди сюда на сушку. Суши? Да. Ну что? Ну вот она пришла, наша Кристина. Дэн, ряд? Ты ряд? Крестная пришла. Ура! Скажи. Ура! У нас тут это, такой сумасшедший день. Кристина, красотка, как всегда. Нарядная. Всем всем здорово. В общем, мы устроили фотосессию и наконец-таки присели. Чтобы с Кристиной, да, похудела. Выходи. Давайте выпьем крошки. Это мы можем взять? Что-то не даем? Давайте выпьем крошки. Давайте выпьем. Давайте выпьем. С днем рождения! С днем рождения! Денис, с днем рождения! Денис, с днем рождения! Где Денис? А где Денис? Шесть вечера. Да, двенадцать уехали. А в шесть часов уже с малышней. Это тазик не просто так там стоит. Это тазик для детей. Они там запускают какие-то игрушки непонятные. Сережки, спасибо. Поехали. Денис, с днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Давай, дуй со всеми. Дуй. 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 Молодец! Ну все, будем есть. Это офигенский тортик сладенький. Еще попробуем. Что это было? Что это было? Как ты дул тортик? Покажи, как ты дул. Покажи. Нет тортика, да? Все, не трогай. Да, он вообще ничего не понимает. Добрый ход. Да, мы не только вот кушаем, пьем шампанское, мы еще и занимаемся спортом. Сколько ты уже километров пробежала? 300 километров, да, где-то пробежала уже? Уже давно крутит, 2 часа. Покажи, какую куколку тебе подарила. Покажи. Вот, классная, да, кукла. Кайфучая. Надо. Кайфучая. Все, все потрогать надо, да? Катя, время... Хочу наушу жевать! Молодец! Я собрал! Я собрал! Я собрал! Давай, ложи! Я сейчас уличу! Отпускай! Лежи! Отпускай! У-у-у-у! Я сейчас! Ура! А-а-а! Розенье туда! У меня не ростенье! У меня не ростенье! У меня не ростенье! У меня! У меня! Уже звук нравится! Себя побольше! Максимально! И говори! Давай потихоньку Поздравляю Я боюсь Ничего нет Есть Без воздуха Потом послушаешь себя А у Кристинки завтра еще Поздравь себя Давай Дэнь Поздравляй Поздравляю 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 Ноги где здесь Поздравляю Давай Поздравь его нормальным голосом Детским Вдыхай Ой, хорошо, что быстро Быстро Не прошло еще Пока ты не выговоришься Обратись к Дэньке Он поймет, что у тебя за голос Такой смешной Дэня Дэй Дэня Дэня Дэй Дэня Дэня Дэня, привет Всем рождения тебя Всем рождения Дня рождения Днед рождения тебя Друг мой Болебые Что ты думаешь Да? Ну давай Меня тоже Давай Маленький он Ну давай У меня лёгкий, маленький, мне всегда маленький. Дыхай, дыхай, я беру. Опа, рука такая на пол. Дорогой мой сынок, я поздравляю тебя с днем рождения. Я тебя очень люблю. Всё в твоей жизни будет хорошо. Зависимо от того, какой у меня голос сейчас дурной. Но я говорю всё серьёзно. Я тебя очень люблю. Ты будешь сам счастливым мальчиком на свете. Люблю тебя, сыра! Ну всё, обращение, обращение. Как только все ушли, этот ребёнок напал на торт. Вкусно? Вкусно? Ну а вкусно? А Дэня на что хочет напасть? Чунга-чанги. Так, ладно, что-то спросили бы. Спроси сейчас, муж тебя любит. Счастье есть на свете? А ну-ка. Так, его надо как-то определённо держать, чтобы появилось, потрясти. Вот, смотри. Нет? Нет. Нет счастья? Нет счастья на свете. Депрессивный шарик. Что за шарик такой? Уже пять раз нет ответил. Как можно задавать ему? Вы какие-то вопросы задаёте. Надо вопросы задавать. Наоборот. Нет счастья на свете? Нет, он скажет. Ну как, по-другому. Нет счастья, нет. Переверните вопрос. Давайте, 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 будет ли у вас ещё ребёнок? Так, подожди, я тебя верю ещё. Ну не раз ответить. Будет ли ещё у вас ребёнок, давай. Будет ли у нас ещё ребёнок? Хочешь братья-ка дочь? Ну-ка, что там, смотри. Нет. Нет. Ответ. Ответ нет. А вы хотите? Ну, вообще муж хочет, да. Хочешь вес ещё? Конечно. Мне этот шарик будет, да. Давай нормально, разговаривай для зрителей моих. Ну, я где этот шарик забей. Безусловно теперь написала. Ты тоже самый вопрос задала? Или просто? Давай. А что же ещё спросить? Я сказала, что муж хочет мальчика, а вот безусловно. Нет. Короче, прикольный шарик. Не прикольный шарик? Нет. Это шарик. Всё, зачем он не прикольный? Потому что он в основном неправильно говорит. Он в основном говорит не то, что хочешь услышать. Правда? Пацан, будь у меня. Какой пацан? Какой пацан? Братик. Ну чё? Очень вероятно. Вот видишь? Какой-то шарик непредсказуемый. Да ладно, ещё один вопрос. Ну что, проводили мы всех гостей. Конечно, всего лишь трое детей. Трое детей было. И это такой шум гам. Детки так любят покричать. Башка, конечно, взрывается. Я не представляю вообще. А в садике интересно. Так же вот детки кричат все. Я представляю, воспитатели с ума сходят там, наверное. Но они, наверное, не все так кричат. Хотя хрен его знает. У нас в камерах нету этого микрофона. В общем, праздник удался. Кто будет смотреть это видео, всем, кто пришёл, большое спасибо. Денька как себя чувствовал? Чувствовал хорошо, прекрасно со всеми бегал, веселился, резвился. Температуры у него не было. Он только вот... Когда? А, вы же, наверное, не знаете. Это же в Инстаграме. Да, у Деньки температурка поднялась. Вот в пятницу ещё я его забрала с садика. И вот у него поднималось до 38,5-38,6. Я ему давала норафен. Никаких лекарств не давала, как я вам и рассказывала во влоге. Да, у меня теперь новый подход к лечению. Чтобы иммунитет сам боролся, защищался. И вот сейчас воскресенье. Так, это понедельник. Ой, была пятница. Суббота, воскресенье. И вот за сегодня уже прошло более 12 часов. Я вам даже скажу, уже прошло 12,6. 18 часов. И температура выше 37,1. У него не поднималось. То есть я чувствую, что он, наверное, идёт на поправку. Но я думаю, что завтра... Мы завтра уже улетаем. Завтра утром Кристина придёт к нам. И я думаю, что надо сходить к врачу. Утром показаться. Чтобы просто она посмотрела, послушала. Как бы общее состояние его сказала. После всего этого. Ну и ночью сегодня надо посмотреть. Будет подниматься температура или нет. Так до этого две ночи у него поднималась ночью температура. Один раз днём. Один раз днём, да, где-то. А второй раз ночью. Вот так поднималась. Ну сейчас вот днём уже не поднималась. Сегодня я ему норофен не давала. Вот. Надарили нам кучу подарков. У нас теперь есть офигенный самокат, на котором тоже я могу кататься. Также у нас есть мольберт. Вон Денька на нём сейчас развлекается. Огромные. С разными функциями. Куча шариков есть. Цветов мне. Большое спасибо, ребят. Ну и всё. Завтра у Кристины день рождения. Как вы помните, я не дотянула 6 часов, да, чтобы 24-го было у него день рождения. Поэтому сегодня мы отметили Денечкин день рождения, и ты хорошо, не нужно совмещать. У каждого должен быть свой праздник, свой день. Вот. Денька, конечно, радовался сегодня вообще. Мне кажется, что он уже вот как-то понимает. Он сегодня вообще был не капризный с утра. Вообще замечательно, короче. Замечательное настроение у него было. В общем, завтра приезжает утром мама. Приезжает утром Кристина. Я веду малого к доктору. Потом скажу вам, что как. И мы с Кристиной уже в 10.30 мы едем в аэропорт. Вот. И в этот влог я ещё включу её день рождения. Ну, а потом у нас будет уже перелёт и наша поездочка. Вот. Ну, тогда увидимся завтра. Пока. Ну что, мои крошки. Я бледная, как поганка. Я собираюсь, кстати, на татуаж по приезду. Ты знала об этом? Ты ж только недавно делала. Татуаж гулу. Буду красивая вечно. Ну что, поздравляем нашу именинницу. Спасибо. Сегодня твой день. И сегодня мы будем по дороге. И сегодня буду в окошко сидеть. Ну, как всегда. Сегодня я её посадила в окошко, как и всегда. Да, да. Она немножко... Селена, мне всегда казалось, когда я люблю тебя, короче. Я хочу поговорить. Да просто мне всегда казалось, что... Так недолго. Ладно, у тебя день рождения, ты можешь говорить сколько хочешь. А мне всегда казалось, что... Плёнка просто может заползать. Что я сильнее Селены, а она так всегда заботится. О, мне так приятно. И я всегда не сильно сопротивляюсь. Ты загадала, что ты сильнее. Ну, я имею в виду, да, в плане устойчивости, моральная Селена говорит. Такую ответственность за тебя беру, мне так приятно. Я общественно перустойчивый человек. Меня вообще ничего не почитает. Ну, оказывается, есть, да, оказывается конкурент. Не, я могу поплакать, если чё-то не так. Но потом в двойной силе. Ну, я теперь тоже с витаминами. Очень им бодра. Все со своими витаминами, вчера я их рекламировала всем моим гостям. Ну, посмотрим, что дальше. Может быть, это у меня не от этого. Может, я потом ломки начну снять? Нет, ну, пока посмотрим. Пока неделю я себя супер чувствую. Все, пришла я дам. Все будут спрашивать, что за витамины. Вы, если чё, Кристине, пишите, что за витамины. Так, какие сегодня у нас планы? Сейчас мы... Спасибо. Сейчас мы чуть-чуть перекусим, потому что мы очень голодные. Хоть мы и должны в самолете не кушать. Я все съем. Давай, чтобы все съела, потому что я в самолете, наверное, есть не буду. Я и там съела. Потом нас уже Любочка ждет. Мы прилетаем в Москву. Надо еще какие-то взять, сделать вещи. Денег у нас совершенно нет. У нас в Ростове я не смогла снять еврики. У нас только в России. В этих, в рублях выдают. Поэтому... А мне сказали... До Кусы? А мне сказали, что там не любят русских. Подумаешь, что мы шпионы. Русских любят везде. И поэтому тебе еврики не увидели? Тем более мы придем, такие еще под кражистые. И буду красивая. Мы те люди, из-за которых мы будут любить русских. Везде. Мы не опозорим нашу страну. Мы не нажремся и не будем хребать. Ой, я бельгийская пива. Куда? Встать надо. Бельгийская пива. Крис уже, да. Бельгийская пива. Мне Таня стыдывает. Скоро будешь пить. Ну, в Бельгии. Ну, да. Вот. Вкусно. Да, куда мы летим? Мы так и не говорили нигде, помню, да? А давай завтра скажем. Или сегодня вечером. Или завтра. Нет, когда будем в аэропорту, мы тогда и скажем, куда мы летим. Может быть, кто-то уже догадался. Вот. Короче. Воня думала, как бы подключить нужно. Может быть, покушаешь, потом уже разговариваешь. Нам советовали, чтобы мы взяли местные сим-карты. Еще надо подключить роуминг. Мы, короче, ничего не знаем. Кучу нам всего насоветовали. Для нас это будет реально приключение, потому что никого там у нас нету. То есть должны были быть, но нету. Нас никто не встречает. Мы сами себе принадлежим. Какая слеза похотилась. У нас будет... Нет, это приключение такое. У нас будет не отель, у нас будут апартаменты. То есть это еще страшнее. Нужно еще созвониться с хозяином. Там заборы есть? Взять для него крючение. Заборы есть? Нет. Короче... Решетки на окна. Нет, вроде. Ну это же Европа. Там решетки на окна не делают. Там вроде бы он безопасный. Может, это специальный такой дом, в который приезжают русские туристы? Короче, этот влог будет... Это день рождения Дэнни и день рождения Кристины. Следующий влог я начну уже. То есть это вы увидите на следующий день, когда мы будем лететь. И как в полете, и как вообще наш дом, и как мы вообще доехали. Я думаю, что целый отдельный влог будет. Причем очень страшный. В какой-то степени. Не, ну не страшно, но все равно чужая страна, чужой язык. Я уже давно не практиковалась. И, короче, приключения ждут. И мы берем вас вместе. А сегодня мы собираемся, приедем и хочу куда-нибудь сводить. Я считаю неправильно, когда кто-то есть в камере. Вообще. Я просто забыла. Поэтому ты ешь. А, ты просто забыла? Ну так получилось. Потому что вдруг человек голодный сидит, который смотрит. Ну он думает, а, ну может быть он сидит в тех условиях, что не может. Потому что у него денег нет. Ни денег нет, ни условий нет. И кто-то сейчас очень голодный. Просто выключите. Выключите ее. А меня оставьте. Закройте рукой вот так. Не вкусно. Не вкусно. Вот правильно, да. Видите, какая забота. Не вкусно. Отвратительно. Лучше бы не ела, да? Лучше бы ты не брала. Зря деньги потратила. Ладно, увидимся в кольце. Москва! Ёперный! Привет! Я должна была снять это вообще. Ну это жесть, ну дождь, холодно. Я не знаю, сколько градусов. Я по этим уже фигачу в кроссовках. Я взяла единственную обувь. И она уже насквозь мокрая. Ну это же логично, что нужно было надевать нормальные резиновые стопочки. Даже ребенок пятилетний бы понял это. Но я такая нелогичная. Надо было посмотреть по поводу. Короче, дождь фигачит. Я должна была вам показать, как в условиях трудных мы идем к нашей цели. Мы идем в Альфа-банк снять деньги в евро. Потому что там, куда мы летим, об этом узнаете завтра. Нет, не завтра, в Долго-блоге. Там еврики. Я, короче, не знаю, сколько снять. Ладно, потом все это не под дождем. Хочется сразу всем поделиться с вами, но потом. И так, мои хорошие, мы пришли в какое-то новое место. Здесь раньше был этаж на Новослободской. А сейчас... Ну как называется это местечко? У него очень сложное название, смотрите. Я не знаю, как это прочитать. Но здесь грузинская, итальянская пухня. У нас еще и Кристюшеньки... От души называется. От души называется, она все знает. У нее сегодня день рождения. Вот, мы с Любашечкой ее будем сейчас поздравлять. Красота. Да? Кристин, давай. Давай, за твое здоровье. Кристиночка, за тебя. За то, что мы хорошо провели время. Мы тебя любим. Ты все прекрасно сама знаешь, уже тебе все сказали 30 раз. Ну а вообще, как бы... Без слов. Между нами все происходит без слов, да? Ничего говорить не надо. Ну все. За здоровье, Кристюшкина. Ой. Нам принесли вкусное поесть. Крис, что ты заказала? Твою обычную поесть. В Филадельфию у меня вулканчик. Люба, у тебя самые аппетитные, короче. Я у тебя попробую, конечно. Я люблю лазить все же и тарелочки. Не, особенно это, если тарелки моих родных. Ты уже снимаешься. Я снимаю. Девчонки бегут слишком быстро. Холодно. Опять холодно. Опять дождь. Мы фигачим в магазин. А что будем брать? Вина. Кристина. Вина? Нет. Водку не будем брать? А что нет-то? Люба, мы сейчас с тобой водку пьем вообще. Когда? С малиной. В космополитном тобой водку. А там водка что-ли была? Или купон-антра чейнджа. Слушай, приходи, я тебе чуть дешевле дома сделаю. Такой космополит этот мой. Вашенье космополитный. Вашенье космополитный. Вашенье в магазине чейнджа. Вашенье в магазине чейнджа. Стим, что ты говоришь? Я скучала. Я тоже. Смотри, что я себе купила. А она сказала, что скучала за мной. Посмотрите, как узнала. Что я взяла конфеты за алкоголю. Короче, я взяла вот две пачки конфеты. Одни конфетки в ликёры. Другие в шампанском. Третий с хаником. И никто. Ни его любовница. Ни его жидко, ни его любовница. Нет. Как там? Ну ладно, я помню, о чём. Девчата, я тут легче. Хватит. Хватит, вот и только охорашивается. Ну давай, давай, резко поворачивай. Не, не резко, медленно, как в фильме. Давай. Люба медленно выходит. Как в рекламе. И снова я сумасшедшая. И начнём снимать мы этот влог с того, как Кристина ест горячий киша. Горячий, да? Привет, мои хорошие. Фокус. Привет, мои хорошие. Мы в аэропорту Шри-Медьево. Шри-Медьево. Сейчас 5 утра. Мы на час раньше приехали. Боялись опоздать. Лучше раньше, чем позже, правда? И сегодня мы улетаем. Наш рейс 8.15. Должен быть. Если ничего не отменят. Брюссель. Так, кто правильно угадал? Мы с Кристь едем в Бельгию. Брюссель. Вот. У нас на самом деле будет реальное приключение, потому что я заказала не отель, а заказала дом. Ну, сложность заключается в том, что я не суперчеловек, который разговаривает по-английскому. А это значит, что надо позвонить хозяину. А вы знаете, что одно дело разговаривать вот так, что-то жестами покажешь, а другое дело по телефону. Тут только говорить надо, да? Нам нужно забрать, будут ключи. И для меня это составляет самую большую сложность, если честно. Я немного переживаю. Вот. А еще? Мы просто голодные с утра. Еще один момент составляет сложности. Ну, у нас как бы были одни планы. Нас должны были встретить. И поэтому мы не заказывали трансфер. Но в последнее время все поменялось. Как бы разные обстоятельства бывают. И получается так, что мы будем добираться своим ходом. И это тоже своеобразное приключение. И я бы такая, чтобы добраться на автобусе. Ну, в общем, вообще надо посмотреть, как что. Нам где-то 70 километров, по-моему, примерно. До того города, который нам нужен. Мы будем жить в Льеже. Вот. Почти в центре. Ну, не почти в центре, а в центре. То есть там все рядом. Льеж — это молодежный город. То, что я знаю об этом. И все. Я выбрала дом, который находится с хорошим расположением. Достопримечательности рядом, чтобы не нужно было тратить на такси. И один день провести в этом городе. Вот. Следующие планы у нас поехать, на следующий день поехать в Аутлет. Это первым делом, для чего я приехала. Это пошопиться. Аутлет находится на границе Германии и Голландии. А потом я бы хотела отправиться в Париж. Вот. Как мы это будем делать, на чем мы будем передвигаться, я ничего не знаю. Честно говоря, я не хочу садиться за руль. Хотя это было бы, может быть, даже и дешевле, чем автобусы и электрички. Но надо посмотреть все по ценам. Ничего не смотрела вообще. Вот просто... Ну, чисто вот... Нам бум все и делается, и все. Прилетим, а там... Че будет, то будет. Оставайтесь с нами. Еще я никак не найду места, на самом деле, показать вам, что я с собой взяла. У нас каждый раз, когда мы садимся в такси, таксисты берут наши чемоданы и такие... Ой, а что они такие легкие? Они что, пустые? На самом деле они у нас полупустые. У меня там зубная щетка, минимальная какая-то косметика, ну, там вот под глазами замазать, там матовая помада. Все, то есть в маленьком таком кейсе. Из одежды у меня платье теплое. И... И все. И все. И вот в чем я. Это костюм, футболка и единственные кроссовки. Все. В чемодане моем больше ничего нет. Он пустой. Ой. Одной рукой, конечно, не поднимешь, он сам по себе тяжелый, но он пустой реально. Вот. Когда приедем уже, я его открою, я вам покажу, что там все-таки лежало. Крошки. Мы сели уже в наш план, дельта-план. Смотрите, у нас здесь для ног больше места. Это про его. Сейчас, подожди, да, сейчас договорю, три секунды. И да, мы едем, и я уже говорила, что нас никто не встречает. Сходи тоже жалко. И трансфер мы не заказывали. И я сейчас посмотрела по интернету, по-моему, самая дешевая на пять дней нам взять машину. Короче, мы сейчас с чемоданами, хорошо, они легкие. Будем искать аренду. Она должна быть прямо в аэропорту. Кто смотрел мое видео с Бобкорном, ставьте лайк на это видео. Класс, добавьте мне лайков. Это супер. Она там такое творила, такая жесть. Она представляете, что она сделала? Да ничего не сделала. Она просто кто смотрел. Кто мне ставил без лайки, особенно ставьте лайк. Ничего нормального не сделала. Угорала там просто как могла. Знаете, все мои подружки на самом деле уже в самолете делали эти штуки. Но я думаю, что Алла, да. Все время смотрела, думаю, ну зачем в самолете делать? Ну пришла домой и сделала. Я поняла фишку. Вот я хочу стать на землю брюссельскую. Без морщин. Со свежим змеями. Но потом все мои подружки уже купили такие патчи у меня в магазе. Кстати, да, все мои подружки взяли патчи такие у меня в магазе продаются. Очень, кстати, удобно в дорогу брать по два патчика. Ну вот, с парочкой. Сейчас все будет у меня хорошо. Красивые такие золотистые. Мне нравится. Сейчас нащелкаюсь. Смотрите, какой классный завтрак нам предложили. Аленка, правда, перевернута. Да я перевернула. В общем, я выбрала омлет. А на выбор был омлет, блинчики и кашка. Идет еще салатик, йогурт, шоколадка, масло. А это что? Варенье. Джем. Круассана. И самое что классное, железные приборы. Они реально тяжелые железные. Это не пластмасс под железо. Это реально железные. Это очень приятно, что не думают, что мы что-нибудь в карман положим. Ну, мы нашли. Мне нравится, когда я все равно не ела. А мне какой. Мы как к нюшке. На самом деле я ничего не ела. Что за хрень? Все съела. Тормально вообще. У нас не зрет, она все. Все. Ее. Продолжение следует...